Девушки отдыхают Это еще меньше повод для воровства И так о жилищно-коммунальном хозяйстве Пошла с нами поговорить Представители жилищно-коммунального хозяйства Хорошо, хорошо Масса вопросов поступает от людей С платежками Как разбираться, как бороться В последнее время, да, я на почту получаю между песнями Как раз все вот эти вещи Как, клянусь, как там это Как, значит, тут, а почему Так, я отвечаю Как формируются счета Ну все-таки, друзья, у нас в гостях певица, актриса Телеведущая, режиссер Лолита Милявская Королева эпатажа отечественного шоу-бизнеса Вот не путайте меня с Борей Моисеевым Вот она, он королева эпатажа Он королева эпатажа Ну, в следующем случае, так я прочитал в социальных сетях То, что пишет народ В общем, сейчас только что прозвучала песня «Девять жизни» Шикарная песня, да Шикарная, которая реально Ну, хит, звучащий из каждого утюга Спасибо Знаете, как я рада, что я на авторадио стою в эфире Вот вы не представляете Раньше жаба душила У меня было ощущение, что все крутят, кроме меня На вашей станции А теперь крутят Спасибо вам огромное Лолита, поверь нам Мы здесь 15 лет сидим Мы без тебя никогда не были Да-да-да-да-да-да-да Так оно и есть И вот, если говорить именно про этот хит И отталкиваться от него «Девять жизней» Да, вот сегодня мы как раз возьмем И попробуем рассмотреть «Девять жизней» Лолиты Милявской В этом часе, в течение этого шоу Итак, жизнь первая Лолита, певица 8 апреля Крокус Сити Холл Большой сольный концерт Шесть лет Лолита не давала крупных концертов Да Как так могло случиться? А у меня, я в принципе Ну, как Периодически же, как любая женщина глупая Поэтому Мне раньше сказалось, что если в Москве концерт Обязательно должна быть А. Премьера Б. Это значит съемка с эфиром И я думала Ну, вот раз у меня вот нету сейчас За это время, за шесть лет Я поменяла три программы И ни одну не сняла То ли, не знаю, что-то у меня Мне не хотелось А сейчас я подумала То есть по глупости По глупости, честно А сейчас я решила, в принципе, умный человек Ну, хоть раз полгода поет в своей столице, родиной И просто как обычный концерт, который ты возишь по стране Вот я и решила возобновиться В Москве Наконец-то, теперь и в Москве Да, да, теперь и в Москве Так, 8 апреля, это пятница у нас получается Пятница И крокус Нормальный день Хороший день Хороший день Удачи Ну, я бы сейчас начала, наверное, ну что, ребят, давайте с песней Не совсем Я, а, не совсем, значит, это в себе Б, не совсем, значит, нос дышит Поэтому прошу прощения у всех автомобилистов Кстати, хотел сказать привет пару козлам, которые сейчас нас подрезали по дороге Такие невменяемые люди Очнитесь, полнолуние закончено А я, как женщина, не совсем буду про это и петь Поехали А вот так будем делать? А то же Это мы профессионально делаем А нас показывают, блин А, вот это вот Да, да, и по телевизору есть Да И любить тебя запросто так И внутри без тебя пустота Ты мой, ну а я Сама не своя А ведь кроме тебя же никто Без тебя этот мир весь не тот И если нельзя С тобой, то всё зря И как бы не были далеко Я расскажу своим облакам Кроме тебя, что ты ни о ком Я без тебя как-то, но никак И как бы не были далеко Я расскажу, чтобы знали все Что без тебя я без ничего Я без тебя не совсем-совсем Я не совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-с И я ни о чём, я как-то не в счёт И как бы не были далеко, я расскажу своим облакам Кроме тебя, что ты не окон, а-а, я без тебя как-то, но никак И как бы не были далеко, я расскажу, чтобы знали все Что без тебя я без ничего, а-а, я без тебя не совсем-совсем Я не совсем, я не совсем-совсем, а без тебя я не совсем-совсем-совсем Авторадио И как бы не были далеко Я расскажу своим облакам Кроме тебя, что ты ни о ком Я без тебя как-то, но никак И как бы не были далеко Я расскажу, чтобы знали все Что без тебя я без ничего Вот так я на своих делах И как бы не были далеко Я расскажу, чтобы знали все Что без тебя я без ничего Я без тебя не совсем-совсем И как бы не были далеко Я расскажу, чтобы знали все Что без тебя я без ничего Продолжаем путешествие по девяти жизням Лолиты и жизнь вторая. Лолита телеведущая. Помню прекрасную программу, вот до сих пор с ностальгией вспоминаю «Доброе утро, страна». Ну правда, ну почему-то вот сейчас... Классная программа, правда, бывает. Классная программа, с утра пораньше включаешь потрясающий легкий формат, два придурка, это же прекрасно. Потрясающие придурки. Сейчас попробуй, включи в субботу с утра телевизор, где-нибудь найди придурков на телевидении, нет. Нет, придурков полно, потрясающих мало. Прямо ностальгия. И вот после этого сколько действительно было замечательных шоу. Не так давно Лолита на НТВ, да, в 15-м году. Тэффи, напомню, 2007 года в номинации «Ведущий ток-шоу за ток-шоу». Я, кстати, получила народную премию, несмотря на то, что она была всего... Мне подписали, по-моему, 35 выпусков или 36 руководства канала, тогда подписала, и больше... В общем, там смена руководства, и контракт мне не продлили. Я все равно получила самое интересное по опросу населения за лучшее ток-шоу премию народную. Ты знаешь, когда смотришь на тебя, когда ты ведешь ток-шоу, есть ощущение, что тебе так легко дается, просто как будто вот сел вот на кухне с подругами потрепаться и вот так разговариваешь. А я для этого его делала, чтобы люди могли расслабиться и начать говорить. Это же очень сложно. Но тебе было самой сложно внутри вот этого процесса находиться? Или это правда естественно все так? Ну, естественно, потом я очень люблю. Это моя профессия, я люблю. А потом, поэтому оно так... Я, с одной стороны, как режиссер его делаю, но я имею в виду внутри площадки, и с другой стороны, как телеведущая. Мне интересно, потому что для меня это другое амплуа и другая роль, и не повысить этого слова. Мне интересно расти было в жанре ток-шоу. Поэтому, с другой стороны, интересно, когда что-то получается, когда люди выходят оттуда с какими-то новыми идеями или даже с желанием просто жить. Продолжение следует? Не знаю, пойду сейчас клянчатую руководство одного из каналов, чтобы взяли. А о чем хочется сейчас говорить, Валерий? Хочу опять делать ток-шоу. Ну, не знаю, считаю, что... Ну, ток-шоу, а вот темы какие? Вот для тебя сейчас самое актуальное. Дело не в этом. Понятно, что там для меня, например, ЖКХ актуально. Ну, ничего не могу сделать. Слушайте, это моя карма. Я всем говорю, в той жизни я была председателем ТСЖ, я гнобила жильцов, я их уничтожала, я воровала. А в этой мне дали вот как раз жизнь, ну, одну из... Сказали, знаешь, Милявская, разгребай то, что ты наворотила в той жизни. Ну, не иначе. Ну, где я и городская канализация? Приходится разбираться. Понятно. Поэтому я, конечно, ну, в принципе, надо говорить обо всем. Людям вообще надо выговариваться. Это самая страшная проблема. Они боятся, проявляются проявлять эмоции, боятся говорить правду. Они знают, что это не... Показаться не в другом свете перед кем-то, да? Чего ты его знает. Они все время боятся социума. А вдруг кто-то там доплевать на этот социум 350 раз. Степляются, комплексуют. Ну, вот отсюда очень много всего, и болячек, и общественных тоже. Слушай, ну вот этот жанр, ток-шоу, где-то на грани у тебя же и на концертах это происходит. Ты же вытаскиваешь и зрителей тоже. Даже не вытаскиваешь их на сцену, вытаскиваешь у них и эмоции, и какие-то слова. Но они для этого ко мне приходят. И себя тоже, ну, как бы, отдаешь в зал. Не просто, да, вот вышла, спела. Да только что прыгала, смотри как. Поаплодируйте. Нет, там уже вот это действительно получается не просто концерт, это разговор получается. Такой спектакль, в общем-то. Потому что все, как бы, да, поставлено мной, да, придумано. Но вы этого не почувствуете. Я понимаю, что я все-таки режиссер по образованию, и концерт должен быть полностью собран. Нельзя вот его так вот на, как бы, вот на отмашь. На отмашь энергетически можно петь, а вот так вот, как бы, разбрасываться нельзя. Поэтому он структурирован. Это все такая жесткая механика внутри меня. На меня так учили. Но тогда люди верят, правда, они верят. И многое... Знаете, как все правительственные говорили, что вот он там пьет, а выяснилось, что человек не пил. Вот про меня все время говорят, что я там эпатажная, или я там сильная. А на самом деле это же просто образ, созданный, и, значит, я его точно отрабатываю. Уже в жизни я немножко, честно, скучная, и иногда депрессивная, и, ну, совсем... И если бы не ТСЖ, который бодрит. И веселит. У нас постановит, говорит, о продолжении концерта сейчас на Авторадио. И хочется еще песен. Можно, да. А можно песенку я спою, которую вот на Авторадио не пойдет? Можно, которую нельзя? Которую нельзя, можно. Ты что имеешь в виду? Не цензурно кому-нибудь? Нет, нет, у меня все цензурно. Нет, за мной репутация разная, конечно, бродит. Но песня цензурная, но просто в эфире ее, конечно, не будет. Но можно я позволю похулигать? Ребята, давайте про брюки. Там у нас за кулисами стоит продюсер. Давайте про брюки. Кстати, спасибо, Авторадио, за то, что вы у меня информационный спонсор, за то, что вы меня поддерживаете. Пожалуйста, заходите. Спасибо огромное. Ренат, иди, пусть без тебя Лолита споет песню, которую нельзя, но можно. Да, да, давайте. Итак, брюки. В эфире Авторадио. Он просто хочет, а я жду большего. Он курит ночью и сеет ложное. Он носит черное и стрижку, мистер кул. Он непокорный со взглядом злых акул. Любовь не в его понимании, он не любит мании. А между тем состоит он из нервных окончаний. Сейчас надо как лепс. Я сняла с него брюки, а там не любовь, там нет души. Я взяла в свои руки, но не получилось, овы. Я сняла с него брюки, а там не любовь, там нет души. Я взяла в свои руки, но овы. Он держит марку, а я держу его. Читает кавку и мыслит глубоко. Он платит карточкой, а я плачу душой. Он тронет ямочки, я тронусь головой. Любовь не в его понимании, он не любит мании. А между тем состоит он из нервных окончаний. Я сняла с него брюки, а там не любовь, там нет души. Я взяла в свои руки, но не получилось, овы. Я сняла с него брюки, а там не любовь, там нет души. Я взяла в свои руки, но овы. Саня Сулов. Поздравляю всех, кто идёт за рулём и слушает эту юзку. Для всех женщин за рулём. Любовь не в его понимании, он не любит мании. Я сняла с него брюки, а там не любовь, там нет души. Я взяла в свои руки, но не получилось, овы. Я сняла с него брюки, а там не любовь, там нет души. Я взяла в свои руки, но овы. В Самаре полденадцатого, в Екатеринбурге. Это неправильно. Пол первого, это Новосибирск, пол второго. Новокузнецк. У вас пол третьего, ку-ку, ку-ку. В Магадане пол шестого, не понимаю чего. Как я тебя понимаю, когда вот муж возвращается с новогоднего корпоратива, жена обычно поёт вот эту песню. Путешествие по девяти жизням Лолиты, которая у нас сегодня в гостях. И следующая жизнь, жизнь номер три. Лолита, актриса. Очень жалко, что очень мало ролей было в кино. Чикаго, безусловно, отличная роль. Мюзикл, да, 2002 год. Шикарная мама, Матрона в исполнении Лолиты в Театре Эстрады. Всё это было. Почему сейчас нет продолжения? Ну, есть у меня... Правда, я не боюсь повториться, просто вчера только об этом меня спрашивали. Я честно сказал, что у меня огромное количество было предложений. Для меня огромное. То есть, когда их больше трёх вообще за жизнь, это уже огромное. От выдающихся режиссёров, современных. Тех, на ком я училась в институте. Я настолько сначала дрейфила, звонила своему педагогу по актёрскому строгу. Как вы думаете, она мне говорила, Людмила Анатольевна, всегда. Значит так, ты иди. Ты помнишь, я тебе... Мы это вот проходили, этих людей. А сейчас они тебе говорят, давай... Вопрос только в другом. Они меня видят все как-то странно. Настолько неинтересные пьесы предлагают. А я... Я сволочь внутри себя. То есть, с одной стороны, у меня пиетет. А ты хочешь играть? А кого ты хочешь играть? Я отказываю даже очень выдающимся режиссёрам по одной простой причине. То, что мне предлагается, мне неинтересно. Я не могу выйти на сцену. Да, я вот если бы 10 лет назад... Да, вот только прикоснуться к гению. Но смысл проигрывать с гением... Я просто заранее вижу, что это проигрышная пьеса. Надо... Со мной мне интересно. Да мне много чего интересно. Тенниси Уильямс. Мне это... То есть, ты открыта предложением по-прежнему? Я делаю это, они на меня обижаются, потом они меня обижаются, честно. Это в основном уже очень взрослые люди, причём они настолько известны во всём мире. И они вот обижаются. Вот как Никита Сергеевич Михалков на меня не обиделся и отказалась от роли. Пошла, причём я стояла на пробах, хотя он меня без проб утвердил. Но я прочла сценарий, поняла, что... И так и получилось. То есть, так и получилось, что я была права. У меня что-то, какая-то чуйка внутренняя. Ну, зачем заранее в проигрышное дело идти, даже с великими? Они имеют право на ошибку, а я могу себя просто закрыть. Я лучше дождусь чего-нибудь. Либо у меня есть сольный концерт, где я сама себя эксплуатирую в таких штуках, которые... Блин, вот там много пьес. Это вот... У меня большая любовь к драматургии, поэтому я себе придумываю маленькие пьески. Я их играю там, мне удобно. Я в этом смысле сама себя требую. Я востребована сама собой. Сама на собой, режиссер. А так, блин, сложно пойти... Сам себе режиссер. И потом, да, пойти вот и обкакаться на какой-нибудь очень хорошем театре, чтобы сказать, фу... Понятно. Фу, этот шоу... Жизнь номер четыре без комплексов у нас дальше идет. Понятно, что декабрь 2002-го... Плейбой, мы помним это. 2008-й... Вот еще вспомнила. 14 лет прошло, а Брагин забыть не может. Цензура не пропускает. Творение певицы из эротической фотосессии сделано специально для альбома. Это 2008-й. Вспомни слова песни. Я танцую в блузочке, я могу и без. Груди загорелые выпадают из... Вот такой сюрприз. Нельзя это на авторадио. Нельзя. Нельзя на авторадио эту песню. Ну, подожди. Вообще-то, когда... Ну, брюки же только что сняла. Ну, брюки-то другое, да. А вот уги, я пою, уги загорелые выпадают из... Ради искусства. Ты сейчас готов раздеться или нет, Ларин? Я раздеться? Да. Слушайте, а что такое? Я вот вчера тоже была на... Я только хотел... Обязайте меня. Вчера вот услышал этот вопрос. Ты понимаешь, что вот за тобой все равно вот идет вот этот багаж. Эпатаж, конечно. Да, это кто-то, ребята, пишет. Вчера не буду говорить. Я была, правда, у меня был тоже эфир. Но я не понимаю. Вчера этот вопрос был. Это какая-то сволочь меня преследует. Я вчера все на эту тему сказала. Нет, это просто желание народу, чтобы ты разделась, ты понимаешь? Да, что там разве? Я вчера все объяснила, что 52 года. И я, конечно, могу раздеться, потому что во мне уже ничего не дрогнет. Но вам это не доставит удовольствия, ребята. Хорошо. Еще одна жизнь. Жизнь пятая. Прежде чем мы послушаем следующую песню, она имеет отношение к жизни пятой. Лолита женщина и жена. Когда-то ты считала, что... Я подумал, женщина или мужчина все-таки, я думаю, все скажут. Нет. Когда-то ты считала, что у твоего мужчины должен быть идеальный пресс. Пресса или там чувство юмора. Я никогда не считала про пресс. Здрасте. Не было. Я никогда в жизни, я сказал, что... Это интервью я твое читал. Это не мое. Слушайте, столько-такое количество компиляций. Какой пресс? Какой пресс? Посмотрите на всех моих мужей, кроме последнего. У него единственного пресса. Все остальные у меня были... Я всегда говорила, что самая сексуальная часть мужчины – это мозг. Вот поэтому про пресс я в жизни не сказал. Мне совершенно все равно. Ну, посмотрите, правда, на всех. Вот если брать коллекцию моих изумрудных бревятовых... Мужей, да. Коллекции мужей на Ленинградске. А потому что они, да, вот они реально у меня изумруды, бриллианты. Там я была хреновая оправа, это ладно. Но они-то камни какие. Ну, знаете, они все пухленькие. Они все какие-то раздутые. Они такие совсем не секс-симболы. Но они все умные. Это их объединяет. Умные. И в этом смысле они притягательные. Поэтому я обожаю всех своих мужей. Последний очень хороший и умный, притягательный. Он единственный у меня с прессом. Ну, я с ним борюсь. Вот уходя, кстати, я оставила ему оладушки, сметану. Сказала жрать. Жрать. Круглеть, полнеть. Далой пресс. Нет, нет, он тренер же, он не может. Он вкалывает так, что ему без этого. Зато он не жрет никакую синтетику. И у него все натуральное. Он не перекачанный. Он просто такой парень, который вкалывает с 7 утра до 11 вечера. Тебя гоняет? Уже бросил. Сейчас у нас было 5 лет вот со свадьбы. Именно вот в день свадьбы. Он мне, ребята, вы не поверите, это самый лучший подарок. Я думал, что же он такое сделает? Ну, помимо цветов. Он мне подарил пепельницу и два стакана для виски. Он говорит, я устану с тобой бороться. Я понимаю, что курить ты не бросишь. А это для тебя и для твоих подружек, которые приходят. И вот, честно, очень хорошо. Это любовь. Продолжим концерт. Отлично. Еще одна песня. Лолита у нас в гостях. Что дальше? Ну, давайте, знаете что? Прорасскажи, как надо любить. Все-таки утро. Еще не надо вступать, да? Как непривычнее, правда. В зале ты понимаешь, когда вступать, когда нет. Магнезикой наступать. Магнезикой наступать. Расскажи, как надо любить Чтобы отчасти птицы взлететь Что нам ни продать, ни купить Покажи мне это Расскажи, как надо любить Чтобы отчасти птицы взлететь Что нам ни продать, ни купить Покажи мне это Авторадио Лучше радио Стрелки замерли, время глупое Равнодушим сломаны часы Не подарит нам небо темное В ночь безумную утренней росы Но что нам нужно сейчас, что порадует нас? Расскажи, как надо любить, чтоб отчасти птицы взлететь Что нам ни продать, ни купить? Покажи мне это Расскажи, как надо любить, чтоб отчасти птицы взлететь Что нам ни продать, ни купить? Кризис знает это Всем доброе утро Расскажи, как надо любить, чтоб отчасти птицы взлететь Что нам ни продать, ни купить? Покажи мне это Расскажи, как надо любить, чтоб отчасти птицы взлететь Расскажи, как надо любить Расскажи, как надо любить Расскажи, как надо любить, чтобы отчасти птицы взлететь Конечно взрослая Вот по-настоящему тебе удалось побыть мамой? Что ты успела дать? Периодически я уничтожила в себе этот комплекс Который на меня периодически кто-то пытался повесить В смысле, то, что не уделяешь достаточно времени? Да, в основном тетки Которые говорят, какая вы мать Вот я ради своего ребенка все бросила Скажи, ну и чего? И что дальше? Ну, бросила Ну и сидишь на большой толстой целлюлитной попе Ненавидишь весь мир за то, что ты бросила Все ради своего ребенка И там ни жизни, ничего И дальше ты так же гробишь своего ребенка Потому что теперь ты хочешь, чтобы он тебя отдал И поэтому ты его ни с кем не делишь Этот ребенок дальше не устроит свою жизнь Я заметил одну особенность Еще когда вела передачу без комплексов Приходили выдающиеся психологи Часть из них, к сожалению, уже покинула этот мир Но такие, как Игорь Кон Это вот каноническая личность психологии И вот он всегда говорил, что Вообще по статистике любят дети Больше тех родителей, которых меньше видят И то же самое, это как бы феномен или феномен, как говорят Тем не менее, дети, которых бросили родители У которых алкашня Еще что-нибудь, да, сдали в приют Эти дети будут больше любить все равно своих родителей Чем те, которые сидят, бросают все И ложечкой там, да, серебряной во рту Поэтому я все это послушала и поняла, что я нормальная мама Я обеспечиваю свою семью Я обеспечиваю ей образование Я не даю спуска У меня в школе только вот недавно кто-то там узнал В принципе, вообще, когда она прошла первый класс Никто не знал, кто мама Рады? Есть мама и есть мама Я так тихонько где-то в сторонке поставила Не пошла Она с бабулей пошла Потом еще чего-то Потом ее один раз обидели Ты это осознанно специально делала Ну конечно, зачем мне Я вообще учителям сказала Когда приехала в школу с бутылкой коньяка Сказала С директором заучим посидела Они классные тетки Я их попросила только об одном Чтобы никаких спусков Где два, там два Где три, там три Поэтому нет у меня такого Чтобы мне там-то сказал У меня нормально Получает там пару Что задали? Ничего не задали Завтра у нас два по физике Врать будем? Мы больше не будем Говорю, я же тебя вот не наказываю Ну айпэд отобрала на неделю Телефончик отобрала Все Теперь мы говорим правду Понятно Жизнь номер семь Лолита бизнесвумен Люди, которые не пашут, ничего не имеют Это цитата Лолиты И тут Ну вот Ты сама опровергала Правда, Форбс тебя назвал в 2013 году Одно из самых богатых Российских музыкалов Они имели ввиду мои объемы Да Не 90-60-90 Вообще, правда Я уже сто раз говорил Что наш Форбс Это самое смешное Что я могла почитать Потому что Юмористический журнал Это юмористический журнал Правда Из чего они там складывают Как, блин Ладно, если бы ты по налогам прошел Вот на какие-то суммы Да и тебя увидели А так ты где-то там Ну где-то корпоративщик Откуда ты знаешь Сколько реально концертов Кто дал Нет, они Это, слушайте, ребята Это вообще туфтень И когда они печатают Правда, там Мадонна, да Первый список Эшелон там Леди Гага Кто с кем там Это понимаю таблица Форбс У нас это называется Мы вообще-то Вот я вам говорю О моих коллегах Тоже Это средний класс Грубо говоря В Америке Средний Его не печатают А у нас почему-то Слушай, ну а ты не хочешь Этот миф поддерживать Например, кто-то Наоборот Да я там Ребята, я на такой величине Есть такие Есть такие И пусть там не все так Как придумывают Я честно не вижу смысл Вот и что дальше понты А дальше я приду куда-нибудь Скажут О, чевиха, ты в таблице Форбс Ну-ка давай тебе три цены впарим Нафига Я как средний класс Очень хорошо считаю Поэтому Из двух огурцов Тех же самых Только за другие Бабки Беру те, которые Хорошего качества Ну будут подешевле Потому что смысл У нас минута Минута буквально остается Еще раз напомню, что Жизнь восьмая у Лолиты Она борец за справедливость По поводу ТСЖ Мы сегодня уже Выслушали И жизнь номер девять Новая И вот буквально Про новую жизнь Тридцать секунд И финальная песня Новая жизнь Слушайте Новая жизнь вообще каждый год Когда Ты понимаешь Они так быстро пролетели И поэтому Новая жизнь Каждый день у меня И поэтому я у всех Предлагаю Плюнуть на все И прийти ко мне восьмого апреля В кругу сети холл За своей новой жизнью Договорились Лолита Давай Финальная песня Снилось мне неожиданно Выпал снег Снилось мне Попритихшему 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 vai Попритихшему . Попритихшему Мама Снилось мне, что печали кончаются Люди с авторадио встречаются Они встретятся, они его слушают За рулем и без, но главное, они улыбаются И нет, все это не приснилось мне И не жаль, но это не приснилось мне Спасибо огромное за замечательный эфир Спасибо, Лолита у нас в гостях была И продолжим беседу, я думаю, уже 8 апреля Непосредственно в Крокусе Тихоли На сольном концерте, Лолита, спасибо огромное Вам за поддержку, спасибо Спасибо, спасибо 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 Спасибо